Здравия! Поскольку я же программист, то кроме уборки помещений разбираюсь еще и в компьютерном железе. С детства с паяльником в руках, то есть радиотехник. Так что и схемотехники хорошо понимаю. Это весьма помогает выбирать нормальные железки. Решил со своей колокольней обозреть эту тему в массы. А то блогеры несут дичи зачастую за бабки, советуя покупать какое-нибудь говно типа процессоров Intel, которые сейчас не могут ничего кроме отопления жилища. Видеокарта для меня на первом месте, поскольку с момента сгорания предыдущей прошло уже 11 месяцев. Был ролик на эту тему. Естественно, любимому блогеру хрен кто донатит. Или хотя бы какую-нибудь более или менее современную старую видяху. Никто не додумался прислать за это время. Сижу креплюсь на совсем древней. Подолгу рендерю ролики на процессоре и слушаю пердежь наушники от системы питания видеокарты. При скачкообразных нагрузках. Работы по профессии с момента начала СВО нет. Да и не хочется. Напрограммился за 20 лет. Денег так и не заработал. Кайфую от каникул. Хоя как свожу концы с концами и ладно. Плюс здоровье не позволяет уйти в рабство. Скоро альтсезон крипты. Денег станет много. Вынимать, как сами понимаете, пока не вариант. Давайте с крипты и начнем. Точнее с бума майнинга 2021 года. Нынче народ майнит на специальных устройствах ASIC'ах, а ранее на видеокартах. То есть на старых версиях видеокарт жестко майнили. И пела система питания, так называемый VRM, и прочие связанные элементы страдали из-за нагрузки в 100%. Как следствие, был рынок весь закрыт до примерно RTX 3000 серии NVIDIA. И до RX 5000 серии Radeon. Но 5000 серию брать не стоит. Получилось проблемной. Кучу видях тащили в ремонт. NVIDIA сильно охладел. Уже не первая карта от них в кирпич превратилась. Radeon никогда не подводили. Видимо из-за того, что есть тема с качественными чипами для системы питания. Smart Power Stages. Их преимущество в том, что у них есть логика для мониторинга температуры, тока, защиты. И они чаще всего более эффективны, чем обычные DRMOS компоненты. У таких карт чаще всего нет сдвоенных фаз питания. Что может приводить к дисбалансу при нагрузке. То есть один узел ждет больше, другой меньше. Будут последствия для менее нагруженного модуля. В виде деградации из-за повышения тока. Но плюс это же из раза в раз происходит. А у видеокарты очень большие нагрузки и частые. На NVIDIA крутые компоненты питания почти не ставят. Придется попотеть, чтобы найти такую видеокарту в продаже. Поскольку Хуанг кошмарит ограничениями по максимальным ценам вендоры. То есть тех, кто собирает видеокарты на их чипах. У AMD с этим намного лучше. В основном на младших сериях нет, а старшие все с ними идут. Естественно, такие видеокарты будут жить намного дольше. Относительно недавно появилась новая технология трассировки лучей. Которая строит отражение объектов, даже если они за пределами видимости сцены, тени, освещения. Типа геометрический правильный свет. Заодно убивает FPS. В большинстве игр, сделанных криворукими программистами. Но некоторые типа киберпанка показывают себя лучше. Эта технология доступна с 2000 серии Nvidia и 6000 Родионов. Без гей-лучей мы много лет игрались и не обламывались. Но уже появилась как минимум одна игра с включенными по умолчанию лучами. Индиана Джонс. Как технология, лучи реально крутые. Постепенно таких игр станет все больше. А карты, которые не могут, скоро перейдут в разряд офисных. Если собираетесь брать Бу-Видяху, то от 3000 серии зеленого лагеря Nvidia, но лучше 4000. Ибо там существеннее прирост производительности из-за перехода на более мелкий техпроцесс. Эти вот нанометры. А из красного лагеря AMD от 6000 серии. Барыги на подобное, пардон, старое новое железо, не торопятся ронять цены. Ждут лоха, который не сможет купить свежее поколение в ту же цену. По всем железкам есть, скажем так, правила. Самое выгодное поколение по стоимости производительности, предыдущее. С Nvidia это 4000 серия. 5000 серию брать вообще не советую. Новый пин питания безбожно плавится и горит. Это прям массовая проблема. Криворукие дебилы зачем-то внедрили новый разъем и не смогли. Видимо решили помочь производителям блоков питания подзаработать за откат. Картельный сговор типа. Ну всем же пофигу. В то же время старый разъем может в полтора раза держать большую нагрузку от заявленной. У красных он везде, без изменений. Еще есть тема, что зеленые убрали блоки, отвечавшие за Физикс Икс. Много кайфовых недавних игр вообще не могут запуститься теперь. Предыдущая серия у AMD это 7000. Причем они что-то такое сделали с кодировщиком, что рендеринг видео работает в два раза быстрее, чем у конкурентов. А вот если занимаетесь 3D моделированием подобным, то тут Nvidia быстрее. В любых других случаях разницы нет. Ну кроме задранной цены у доминирующего по продажам зеленого лагеря. Плата за куртку Хуанга и смерть животных. То есть за бренд. Кстати, он родственник Лизы Су из AMD. Мировое правительство назначило одно семейство на производство сверхтехнологий. Ведь ничего кроме микроэлектроники в нашем мире не развивается. Идем в цифровое рабство и чипирование. Готовьте свои жопки. Или смотрите мои ролики по праву. Про видеокарточки Intel вообще забудьте. Они еще сырые и слабые. Потихоньку догоняют. Плюс Intel блеснул в связи с санкциями и закрыл доступ к скачке драйверов на своем сайте для рабов Путина. Кстати, про драйвера. Уже более 10 лет пользуюсь Linux, а не Windows. В 2017 году писал письмо WMD о том, что у них проблема с драйверами под Linux и что пошел покупать Nvidia. Тогда были проблемы с драйверами под Windows. В итоге они поступили разумно и отдали исходники в массы. А наше прекрасное Linux сообщество, в которое входит масса крупных корпораций по всему миру, сделало драйвер, работающий из коробки. Ничего искать и ставить не требуется. Плюс он сам определяет, какая видеокарта и подключает требуемые библиотеки во время загрузки. Таким образом работают вообще все серии видеокарт, от самых древних до последних. Для Nvidia требуется ставить драйвер, что, впрочем, не трудно. Linux божественен в этом плане из-за репозиториев и командной строки. Все делается за секунды без серфинга интернетов. Короче, все это, плюс более быстрый рендеринг видео, плюс цена, меня однозначно понуждает брать видеокарты из красного лагеря с 7000 серии. Брать БУ однозначно нет желания. Неизвестно, какие условия эксплуатации были. Плюс сраный безсвинцовый припой, на который ставят нынче компоненты, сильно уменьшая срок жизни чипа и пайки. Затем на реболинг таскать и платить кучу денег. Оно того не стоит. Типа, они дофига заботятся о природе, а не о своем кармане. Прям конченая клоунада. Типы иногда памяти испытывают сильные тепловые нагрузки, что постепенно приводит к трещинам припоя и отвалу, а то и сгоранию. Под микроскопом видно даже микромолнии при проблемах с пайкой или деградацией припоя. А свинцово содержащие припои более эластичны и прослужат в разы дольше. Пост-61 наше все. В союзе говна не делали в этом плане. Еще осталась тема фейковых кадров в ПСР или ДЛСС, или ухудшаторов графики, при включении которых рисуются на основании уже сгенерированных кадров новые за счет алгоритмов. Заодно ловим глюки, баги в виде гостинга и прочих проблем с надписями, мыло и input lag. Но типа фпс растет, кадры в секунду, хоть он и фейковый. Но типа плавнее приятнее для глаза должно стать, хоть и по три раза один и тот же кадр видишь с глюками. В медленных играх еще ладно, но в шутерах это просто неприемлемо. Особенно в кэссичкоподобных играх. Из-за этих миллисекунд вас будут жестко трахать киберкотлеты, которые просто везде вокруг, и это точно не читы. Да и ладно котлеты, даже школьники слегка больше реакции. Эти микросекунды реально решают. В последней серии AMD догнали свой Fsr 4 до качества DLSS 4 и возможно разнесут его на прошлой серии. Там еще идут понты про искусственный интеллект, участвующие в ухудшении графики. Видимо, также торопятся продавать акции на нынче модной теме. Причем Fsr под виндой требуется еще и включать в приложении драйвера. Но, как по мне, видяха должна тащить свои голые производительностью и отдавать максимально качественную картинку. Если не тянет, снижайте настройки. Но не включайте мир артефактов, выдуманной между реальными кадрами кривыми алгоритмами. Это все тупо развод, поскольку и процессоры, и видеокарты уперлись в потолок технологий. Да, если уже все, по сути, нечего продавать. Закон Мура и Зентелла больше не работает, а ведь о нем кукарехали несколько десятков лет. Ждем квантовые компьютеры. Теперь, что касается разрешений, про 4К вообще забудьте. Для него требуется брать самые топовые карточки по цене машины и вертеть головой возле монитора, чтобы охватить всю выдаваемую панораму. И то они смогут только 60 фпс выдать. На хрен все это надо сейчас? Непонятно. Ничего кроме маркетинга за этим нет. А вот про Quad HD, которая 2К в простонародье, можно уже говорить. Еще есть киношное DCI 2К разрешение, которое поменьше в размерах. Под Quad HD требуется минимум 10-12 гигабайт памяти на видяхе. Лучше 12. У меня знакомый играет на такой. Ему 12 гигов хватает за глаза везде. А для Full HD хватит 8 гигабайт памяти, видеокарты, чтобы играться на ультра настройках. Ничего круче нет по сути, это максимальные настройки. Дальше от мощности типа зависит. Если компьютер офисный, то и 2 гигов памяти за глаза. Единственный момент, что на Quad HD можно отключать сглаживание. И там картинка реально лучше из-за меньшего размера пикселей. Но как по мне, лучше взять Full HD монитор на 144 Гц и включить все сглаживание и получить под 100 кадров во всех играх даже с лучами. Чем Quad HD мониторы получить менее 60 FPS. Ведь минимально способные карты находятся в предельных ценовых категориях. Особенно у нас в стране, где все просто охрененно, исходя из промывки мозга по ящику. Вот и объясните мне, с чего я должен кормить семейство куртки? Ведь еще лет через 5-10 это железо опять станет отсталым говном под новым предлогом. Появится очередная супертехнология, высосанная из пальца. А играть можно, снизив настройки на 4-гиговые видяхи. А быт-чип тащил. Теперь посмотрим на то, что я бы купил сейчас нового, исходя из возможностей. Офисное не вижу смысла рассматривать. Будем смотреть от 8 гигабайт памяти. Начнем с унылого говна, раскрученного пиарастами, то есть зеленого лагеря за оверпрайс. И самое забавное, что стадо это реально жрет и хуанг доминирует. Буду рад, если мне занесет AMD, поскольку их железки сейчас более разумны для покупки, если есть мозг вообще. Но их мало кто покупает. Ну может кроме процессоров. Здесь они реально трахнули голубой Intel. И здесь можно начинать с RTX 3060 на 12 гигов или RTX 3060 Ti на 8. Они с трудом будут тащить лучи, но для Full HD сгодятся, если не включая сверхтехнологии. И на Quad HD с порезанными настройками пойдет. Тесты в интернетах сами найдете. Далее 3070 и 3070 Ti. Само собой требуется брать от понятных старых брендов, а то China нынче выпускает кучу непонятных названий, где взят старый замученный чип из-под майнинга и поставлен на свежую плату. Плюс учитываем кривые руки и узкие глаза подвальных креаклов. Дальше уже помощнее идут карточки. Но в целом, чего их рассматривать? Давайте лучше в 4000 серию нырнем. Вот ее уже реально стоит покупать. Такое же дно 4060, 4060 Ti и 4060 Super. Super это переиздание карточек, они обычно мощнее. Еще есть проблема с порезанной PCI-шиной. Линии меньше на 8 от нормальных видеокарт. Требуется современная материнка и процессор, а то будет немного медленнее, но не критично. Да и шину NVIDIA видеокарт также порезану до 128 бит. Короче, выпускают говно во все поля. Могло быть сильно лучше. И возможно в следующих поколениях это и будет. Продавать же требуется что-то. Видимо, это игра в долгую. Что-то отпиливают, затем привинчивают обратно и так по кругу. А вот что реально стоит брать с учетом Quad HD гейминга. Это 4070, 4070 Super, 4070 Ti и 4070 Ti Super. Они все 12 гигабайт и будут тащить гей-лучи. Все что выше уже понты. Да и ценник конский. Теперь погнали к красному лагерю AMD. Минимальный вариант для Full HD это 7600, которая также будет страдать с лучами. Далее идет 7600 XT на 16 гигов. И это более удачная покупка, которая сможет Quad HD за счет памяти. Но чип не сильно быстрей. А вот идеальный вариант это 7700 XT. Она по тестам идет либо вровень, либо чуть помедленнее. 4070 от Nvidia. Но ценник, как сами видите, жестко делает разницу минимум в 25%. Но политота, массово присутствующая на моем канале запрещена. Так что букмекеры мне денег и тут не занесут. Ох, трудно жить по совести. Дигрот контент в топе и за него платят. Карточки покруче, опять же понт. Последние серии не рассматриваю. У Nvidia это сплошные технические проблемы. А у AMD просто оверпрайс. Конечно понимают, что есть чудесные существа в нашем мире с тонной денег и им пофиг сколько все стоит. Вот старшие серии для них. А нам приемлемые FPS обеспечат и эти. Причем на ультрах или чуть поменьше. Это все равно очень красиво местами. Игры разные. Кстати, видяхи с двумя вентиляторами потише. А то и вообще не вращаются пропеллеры без нагрузки. Это мой выбор. И тут пришла мысль, чем я хуже всех этих говноблогеров. Пишите в телегу или бусте. За 300 билетов Банка России окажу консультацию и подберу что есть в продаже, чтобы собрать суперкомпьютер. А за 777 рупий уже буду потеть больше, чтобы прям найти идеальный вариант за указанную сумму. Есть еще вариант, что я сам все куплю за ваши средства и соберу мегакомпунктер. Плюс накачу пиратский Windows без активации. Или лучше Linux. Но тут как минимум за 10% стоимости. Да и геморрой с пересылкой. Не уверен, что хочу этим заниматься. Но за 5% стоимости могу удаленно подсказать, что куда крутить и вставлять. Плюс как систему устанавливать. Опыт уже был много раз. Всем добра, здоровья, процветания и денег.